у нас есть видео друзья где я к ней приходил с арбузом и для нас было удивительно но для меня я не читал в интернете нигде не сталкивался с информацией до того момента пока не не принес зебре арбуз а оказывается зебры зебрам арбуз знаком и эта ягода привезена в россию с южного континента никак конечно она у нас не произрастала раньше но ее завезли и теперь там астраханские арбузы очень популярны вот и многие даже позабыли историю о том откуда арбузы взялись так что такая ягода как арбуз очень даже знакома зебрам и это для них никакое не удивление они очень любят арбузы про зебр очень много написано очень много разных фактов и вот если арбузом и зебру не удивили то чем можем удивить и друзья вас зебры живут достаточно долго средняя продолжительность жизни зебр составляет 25 лет а в неволе может достигать и 35 и 40 лет иди сюда иди мой нос красивый во главе семьи всегда стоит один жеребец вожак табуна у зебры лошадей общий предок да да наша хорошая да наша хорошая зебра но эти виды разделились около 4 с половиной миллиона лет назад вот кстати после рождения жеребенок сразу пытается встать на ноги а уже через час он может бежать галопом а в мире существует три вида зебр и несмотря на внешнее сходство с точки зрения генетики друг другу они не ближе чем к обычным лошадям у самцов зебр и есть клыки они очень острые но самки лишены клыков самцы используют эти клыки во время драк с соперниками и могут наносить серьезные раны а благодаря острому зрению и великолепной памяти зебры легко узнают друг друг другу по узору полос на шкуре полосы у них как отпечатки пальцев у человека у каждой разность рисунок кстати самый интересный вопрос который задают люди везде зебры черные а сверху белые полоски или зебры белые с черным черными полосами на самом деле друзья зебра черная в белую полоску а не наоборот как мы с вами можем предположить кстати у зебры очень развито чувство семейности некоторые особи могут образовывать союзы на всю жизнь и несмотря на то что в саде в стаде может быть тысяча голов но все они разделены на небольшие семьи когда все зебры в табуне отдыхают несколько из них неизменно стоит на страже вот да вот так чихнуло правду говорю чтобы в случае чего предупредить всех сородичей о приближающейся опасности в природе кстати у зебр очень много врагов и в первую очередь это львы гиены леопарды особенно подвержены нападению либо молодняк либо больные старые особи молодняк вообще у них с трудом доживает до года из-за болезней и из-за нападений хищников зебры в отличие от лошадей практически не приручаются человеком и не поддаются дрессировке во время нападения хищников зебры прячут молодняк в середине стаи единственный континент на котором водятся зебры это африка маленькие жеребята рождаются не с черными полосками как у взрослых особей а с рыжих коричневыми и к моменту взросления они у них темнеют хотя вот у зебры чапмана как у нашей зебры у них и в основном коричневый цвет полос и в большинстве случаев они даже могут и у взрослых особей быть не черными а коричневыми и оставаться так на протяжении всей жизни поэтому зебры очень уникальные создания с очень интересной историей и много много фактов о которых я рассказываю взяты и же из их жизни ну а чтобы друзья узнать еще больше о наших питомцах о тех которые живут в зоопарке сказка и не только подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии ведь с нами очень интересно и мы вам расскажем и покажем интересные факты из жизни различных питомцев и животных планеты ведь здесь у нас собрана огромная коллекция и вот так увидеть в живую таких редких и необычных животных удается не всем поэтому мы в своих видео покажем и расскажем а чтобы приходили вам уведомления о новых свежих видео прошу подписаться и нажать на колокольчик и иди сюда давай всем воздушный поцелуй передадим давай иди сюда давай давай еще разу пока